Семь дочек и один сыночек. Такова формула счастья по версии многодетной семьи Мальцевых. Трое из детишек приемные. По словам мамы Татьяны Евгеньевны, не последнюю роль в желании иметь большую семью сыграла и поддержка государства. Количество таких многодетных семей в регионе только за прошлый год увеличилось на 2000. В нашей Нижегородской области очень много выплат именно для категории многоодетных семей. Во-первых, это 50% ЕДК, это коммунальные платежи, то есть это и квартплата, и электроэнергия. Дальше, на питание детей в школьной столовой, я не помню сейчас сколько, там по-моему 700 с чем-то рублей, сумма не озвучена, наверное, можно, да, это как бы вот так. Вот, потом, значит, на проезд в учебное время мы получили как многоодетный земельный участок для улучшения своих жилищных условий. Лапочки дочки в один голос твердят, жить в такой большой семье очень весело. И родителям хорошо, ведь каждый из детей обязательно помогает родителям по дому. Не забывают они и о всестороннем развитии своих детей. Никогда не бывает скучно. Мы всегда что-то делаем, либо готовим, либо гуляем, либо убираемся. Если хорошее настроение, заниматься творчеством интересно. По праздникам ходим на рисование, на балетные танцы, на фитнес. Зачитывая отчет о работе правительства, губернатор Валерий Шанцев обратил особое внимание, что региональный бюджет социально ориентированный. И год от года цифры в бюджете меняются, но все необходимые выплаты сохраняются. 16-й год, несмотря на всю сложность социально-экономического развития, сохранил полностью все социальные выплаты и льготы. И даже мы приняли ряд законопроектов, которые создали новые возможности для тех семей, которые нуждаются, плюс провели индексацию социальных выплат. На ежегодном отчете большое внимание было уделено сравнению показателей нашего региона со средними по стране. Особенно важно, что по многим позициям мы в первых рядах. Если у нас результаты роста индекса физического объема более чем в два раза превышают среднероссийский, то это хорошо. Если у нас падение реального дохода населения меньше, чем в России в целом, это плохо, что это падение, но это все-таки хорошо по сравнению с другими, у кого оно оказалось грубше. Сам же Валерий Шанцев куда больше внимания уделил не достижениям, а проблемам и планам на будущее. Задача остается прежней. Каждый работающий нижегородец должен получить рабочее место с хорошим уровнем производительства труда, с хорошей зарплатой, с тем, чтобы он все свои потребности мог удовлетворять сам. Это еще и помогало старикам родителям, но достойно воспитывал своих детей. И все еще получается. Отстаем немножко. Как бы трудно нам не было, мы не можем остановить развитие области. Просто не можем, не имеем права. Эксперты дают разные характеристики губернатору, но сходятся в одном. Региону повезло, что его возглавляет Валерий Шанцев. Очень серьезные, позитивные показатели, связанные с выполнением майских указов президента. В частности, здесь можно перечислить и фойки, и строительство детских садов. Ликвидирована окончательно очередь в детские сады для детей от 3 до 7 лет. Вот все эти вопросы, объединяемые в комплекс социальных проектов, вернее, социального, все эти вопросы, объединяемые под единым грифом социальной программы, они, в общем, дают значимые результаты. Ну вот, в частности, в прошедшем году заметно изменились демографические показатели в регионе, и они стали значительно лучше. Он умеет конвертировать свое влияние и очень значимое влияние в Москве на федеральном уровне, конвертировать в интересы области, в интересы нижегородцев. То есть, например, вот строительство Борского моста. Получить деньги на такой проект из федерального бюджета, а мы не будем забывать, что основные деньги там именно федерального бюджета. Получить деньги на такой проект из федерального бюджета в условиях, когда бюджет сокращают, когда все расходы сжимают, когда получить лишний рубль невозможно. То, что это стало возможно для Шанцева, ну это просто его успех как политика и администратора. И этот успех, это не только его личный успех, это успех и нижегородцев, что у нас такой губернатор.